В республике Ингушити остается около 20 тысяч, 18 тысяч беженцев из Чеченской республики. Будут ли им оказана помощь? И кроме того, в Северной Осетии возвращается вынуждение переселенца, им будут ли оказаны помощь? Ну я уже об этом говорил. Те, кто беженцы из Чеченской республики, Ингуши, те, кто решил остаться, мы сейчас, работа такая продолжается в правительстве Российской Федерации, мы определили эту цифру, уже, наверное, наши жители Ингушетии знают, 18 тысяч человек, которые изъявили желание остаться на территории Ингушетии. И под эту программу работа сегодня идет у нас. По беженцам из Северной Осетии я сделаю все, от меня зависящее, такая работа у нас продолжается. Проведены встречи и с президентом Российской Федерации, и с председателем правительства. И с президентом Северной Осетии, и с полномочным представителем я сделаю все, чтобы всех беженцев вернуть в места прежнего постоянного проживания. То есть это их право, они должны жить там, где они хотят. Муран Ильич, еще правозащитники делают попытку, чтобы в прессе прошла информация, что этот процесс идет недобровольно, то есть люди возвращаются недобровольно. Что Вы можете сказать? Правозащитники, они, конечно, в целом помогают, но есть люди, которые заявляют, исходят из того, что вроде как бы недобровольно. Процесс, он добровольный. Я уже много раз об этом говорил, еще раз подтверждаю. Мы сделали сегодня очень много, это говорят сами чеченские беженцы, очень много сделали для сохранения мира, стабильности, для возвращения в места их прежнего постоянного проживания. И это все осуществлялось на протяжении последних лет только по исключительно добровольному принципу. Я думаю, что также эта работа должна быть проведена и в отношении беженцев ингушей из Северной Осетии. Добровольно, и люди должны возвращаться туда, куда они хотят, откуда они прибыли. Муран Ильич, и еще касается уже непосредственно республики. В республике прошла информация, что выделены дополнительные средства для тех, кто пострадал в период летнего наводнения 2002 года. Будут ли выделяться эти средства? Мы эту информацию довели до средств массовой информации. И часть суммы пришла, это 61 миллион. Общая сумма 156 миллионов, которые остались еще с того периода, которые еще с правительства Российской Федерации мы не получили. Работа эта идет. То есть получат те, у кого по линии ГОСТРОЯ Российской Федерации есть документы, получат именно ту сумму, которая определена по документам ГОСТРОЯ. От того, что кто-то больше построил, кто-то меньше построил, кто-то считает, что он должен был получить что-то другое. Это одно, а чисто документально все должны получить. И основная сумма это мы должны получить где-то в середине октября. Пока денег этих республик нет, но есть обещание правительства Российской Федерации, я думаю, что оно будет выполнено, что до конца октября эти деньги мы получим. И кроме того, у жителей республики вызывают вопрос по ветхому жилью. Что вы можете сказать по программе? Программа «Ветхое жилье» продолжает работу в правительстве Российской Федерации. Но эта программа, работы идут в течение 10 лет, 8-5 лет отдельные субъекты Российской Федерации. Но мы включились в эту программу. Я думаю, что в следующем году мы будем хорошо представлены к этой программе. То есть работа в этом направлении идет. Но по оползневой зоне мы в ближайшее время в районе Очулоков, в районе Зязиков-Юрт построим 150 домов. 150 домов по линии МЧС, по линии оползневой зоны мы будем строить. Часть этих работ уже начаты. Я вот на днях был, просмотрел, как эти работы идут. Работы идут качественно. И 150 домов, я думаю, что мы где-то в середине следующего года закончим все работы по выводу из оползневой зоны людей. Эта проблема, она существует давно уже. Это несколько десятков лет. И я думаю, мы ее решим. Мурат Микторович, еще один вопрос. Думаю, он тоже очень много волнует. Тем более в связи с последним назначением генеральным директором Ингушнифа Тегаспром. Как вы намерены в дальнейшем проводить работу?